Друзья, всем привет! Сегодня у нас простые самоделки и приспособления. Присаживайтесь поудобнее, погнали! Для первого приспособления я взял вот такие клипсы или держатели пластиковых труб. Понадобится для 32 трубы, а также пару вот таких или подобных уголков. Уголки сгибаем примерно до такого состояния. Теперь, собственно, можно все прикручивать к стене. Уголки на уровне 40-50 см от пола, с расстоянием между ними около 20 см. Далее прикручиваем клипсы. По расстоянию и высоте точно не подскажу, проще будет узнать по местам. Сейчас поймете, почему так и для чего я это прикрутил. А получилось таким образом очень удобное и простое крепление садовой тачки к стене. Так как тачки друг от друга отличаются, то и место крепления клипс будет у всех отличаться. Такое крепление тачки к стене отлично экономит место, легко и удобно вешается и снимается. А колесо находится в удобном положении для обслуживания или его замены. Также на подобные клипсы можно вешать и садовый инструмент. Мне показалось очень удобно. Для следующей самоделки мне понадобятся остатки фанеры. У меня есть немного вот таких кусков 20-ти миллиметровой фанеры. Вот они и пригодятся. Для начала трансформирую свой новый верстак в положение для торцовки. И нарезаю фанеру согласно чертежам в голове и согласно размерам остатков фанеры. Размеры давать не буду, думаю и так смысл будет понятен. После распиловочных работ складываю верстак обратно и убираю торцовку. Далее надо скруглить углы. В этом мне будет помогать мой новенький помощник. Тарельчато-ленточный шлифовальный станок от компании Риоби. Станочек позволяет быстро и эффективно шлифовать поверхность плоских заготовок с помощью ленточного узла. А также выравнивать углы и другие выступающие части при помощи диска. С помощью специального упора имеется возможность шлифовки торцов и кромок под заданный угол. Заказывал станок в магазине всеинструменты.ру. Уже много чего заказывал в этом магазине и всегда оставался доволен. У них очень классный и понятный сайт и крутое мобильное приложение, где легко найти и заказать нужный инструмент или расходники. Также имеется более 450 магазинов или пунктов выдачи в более чем 200 городах России, где им можно забрать заказ, либо просто что-то купить из наличия. Так что могу смело рекомендовать этот магазин, исходя из личного опыта и опыта многих друзей. Ссылку на магазин вы можете найти в описании под этим видео. Далее на заготовках делаю разметку. Тут тоже каждому свое. Я сделал две линии, на которых сделал каждые 40 мм разметку. Делаю отверстия по этой разметке. Часть отверстия я сделал 8 мм, а часть 6 мм. Далее нужно в двух маленьких заготовках сделать отверстия в одном и том же месте. Для этого я их просто обмотал лентой и сделал отверстие. При сверлении не забывайте подкладывать под просверливаемую деталь что-то для того, чтобы с другой стороны получилось аккуратное отверстие. Далее собираем все как на видео. Понадобится дополнительно еще один кусочек фанеры. Я взял поменьше толщиной. Его прикручиваем так же как на видео. После этого делаем еще несколько отверстий и самоделка готова. На стене делаем разметку по уровню и прикручиваем нашу самоделку. Получился вот такой удобный органайзер для отверток. У меня они постоянно раскиданы по мастерской и не было такого места, где бы они не мешались и в то же время всегда были под рукой. Тут все просто. Когда нужны выдвинул, не нужны убрал. Они не мешаются, но всегда под рукой. Также кроме как для отверток можно сделать такой органайзер и для других инструментов. Что делать, если вам необходимо зачистить немного металла от ржавчины? А вот такого диска нет или он совсем стерт? Для этого берем обычный отрезной круг и немного наждачной бумаги. Прикладываем диск к бумаге, размечаем и вырезаем. Далее на круг наклеиваем двухсторонний скотч и наклеиваем сверху наждачку. Все. Зачистной круг готов. Да, он полноценно не заменит специально предназначенный для этих задач зачистной круг, в котором гайка не мешает. Но для небольших объемов отлично подходит. А главное, это вполне рабочий и безопасный способ. Диск или наждачка никуда не разлетится, а результат получается неплохой. Друзья, вот такая подборка простых приспособлений и советов сегодня получилось. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное. И если это так, то ставьте лайк, а в комментариях напишите, что пригодилось. Те, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok